Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботу, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 3 по 10. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Александра. Речи Господь, внемлите себе, аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще покаяться, остави ему. И аще седмищий на день согрешит к тебе, и седмищий на день обратится, глаголя каюся, остави ему. И рекоши апостоли Господеви, приложи нам веру. Речи же Господь, аще бысти имели веру, як озерна горушна, глаголали бысти уба, ягодични не сей. Восторгнися и всадись в море, и послушала бы вас. Который же от вас, раба, имея орющее или пасущее, и же пришедшую ему с села речет, а обея минув возлязи. Но не речет ли ему, уготовый, что вечеряю, и припояса со служими, дон дежи ям и пию, и потом ясе и пиеши ты. И да имать хвалу рабу тому, яка сотвори повеленное, не мню. Так и вы, ягда сотворите вся повеленное вам, глаголите, яка рабини ключими и смы. Яка ежи должни бехом сотворити сотворихом. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, семь раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели в веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоясавшись служи мне, пока я буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба своего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите. Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, мы можем разбить на три основные части. Первая часть повествует о необходимости прощения в христианской жизни. Вторая – о вере, как величайшей силе в мире. И третья – об отношениях человека и Бога, сущность которых Спаситель раскрывает в притче о рабе. Но прежде мы читаем призыв Христа. Наблюдайте за собою. Эти слова относятся к предыдущему высказыванию, которое не вошло в сегодняшний отрывок. Речь шла о соблазнах, в которые христианин не должен вводить неукрепившихся в вере людей, дабы своим дурным примером не отвергнуть их от веры в истинного Бога. Именно с этих слов Господь призывает к прощению, как к подлинному свидетельству всесовершенной веры. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Это поистине удивительные слова, которые абсолютно изменили представление учеников Христовых об отношениях с людьми в этом мире. Дело в том, что у раввинов была поговорка, гласившая, что человек, простивший своего собрата три раза, — совершенный человек. Норма христианина более чем в два раза превышает норму иудейских раввинов, но дело даже не в цифрах. Как поясняет блаженный Феофилакт, слово «семь раз в день» поставлено здесь вместо слова «многократно». А что «семь раз в день» употреблено в том значении, это видно из Евангелия от Матфея. Ибо там, когда Петр сказал «Господи, должен ли я прощать ему, брату моему, до семи раз?» Господь сказал «не до семи, но до седмижды семидесяти, обозначая через сие бесчисленное множество раз». «Но всякого ли человека необходимо прощать?» И тут ответ простой. Нет. Только того, кто просит прощения. А что делать, если человек не осознает своей вины и потому в силу обстоятельств не мыслит подойти и попросить прощения? И тут Господь мудро увещевает. «Выговори ему, и если покается, прости ему». Греческое слово, употребленное в данном тексте, звучит как «эпитима», что означает выговаривать, упрекать, бронить или запрещать. В известном смысле, в пастырской практике, оно употребляет в церковь нравственно-исправительная мера – «эпитимья». Таким образом, мы можем прийти к выводу, что слово «выговори» означает глубокую нравственную беседу, направленную на исправление человеком его поступка, а не просто эмоциональное высказывание с криками и угрозами. Имеет ли связь последующая просьба апостолов с предыдущим высказыванием Спасителя? Или же евангелист Лука привычным ему образом собирает воедино важные, по его мнению, слова Спасителя? Ответить сложно. Но на мольбу умножить веру Господь отвечает ученикам. Если бы вы имели в веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Вспомним, что на Востоке любят выражаться по возможности образно. Фраза эта означает, что даже совершенно невозможное может стать возможным, если верить в его осуществление. Далее Спаситель излагает притчу о рабе, господин которого, не обращая внимания на его усталость, после трудов на ниве или пастбище, верит ему приготовить ужин и служить подпоясавшись. И потом, когда раб исполнит приказание господина, этот последний и не подумает поблагодарить его. На что Александр Павлович Лопухин замечает, ученики Христа должны были также чувствовать себя рабами Божьими. Когда они исполнят свой долг перед Богом, то пусть не рассчитывают на какую-либо награду. Награда, может быть, и будет дана. Но они сами в чувстве смирения должны осознавать, что они рабы и ничего не стоящие. И, конечно, не стоящие особенных наград. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, как мы уже заметили, многогранно и научает нас великим истинам нашей воистину всесильной веры. Прощать кающихся, наставляя неведующих на путь осмысления своих поступков и не претендуя ни на какие награды. Воспринимать это как должное. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тебя уповал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok